У меня только просьба, там сейчас можно открыть нашу гугл доку с диаграммками. Я там задавал два вопроса, хотели ли увлекаться в МГУ, использовали его. Отлично, они тут даже есть. Классные показатели. 22 человека из проголосовавших мечтали. Ну, училась ноли, поэтому, видимо, никто не сможет проверить, фигню я говорю или нет про это дело. Это прекрасно. И нет и мечтал, были другие планы и цели. Ну, собственно, МГУ как-то в вашей жизни не фигурировал тем или иным способом. Ничего страшного. Мне бы очень интересовал даже ответ на второй вопрос. Использовали ли вы за последний год какой-либо интересный алгоритм для работы с вашими данными? Меня вообще порадовали люди, которые, да, мой собственный алгоритм. Семь человек из тех, которые пришли и к минимуму проголосовали какой-то собственный алгоритм. Кто-то взял, классически немножко изменил. Ну, есть люди, которые либо никогда не используют алгоритмы, либо просто не задумываются об этом. И, к сожалению, такие все-таки, наверное, подавляющие двух трети во всем этом деле. Есть определенные причины для этого. И я о них поговорю чуть подробно. Сейчас можно вернуться к презентации. Я вкратце поясню, почему вот здесь такие фотографии на самой главной обложке. Я был на школе Computer Science, вот что-то мне понравилось, есть такие штуки. И весной узнал об очередной такой, которую проводил... Ну, мне пришло в Яндекс-рассылки об этом деле вообще-то. Но свои учредителями были МГУ и Microsoft Research подразделения. Российская и там, которые в Сирикон-Вэле сидят, они вот таким занимаются. Ну, а здесь фоточка. Это я из окна общаги, в которой я живу. Вот, сфоткал внутренний двор. Вот. Может быть... Ну, это немножко про себя. Вдруг кто-то не знает, кто это будет. Вполне возможно. Вот. Я почему езжу на такие школы? Я сам занимаюсь теорией графов, прогнозированием пробок, исследованием транспортных систем и разными картографическими темами. Я просто смотрю, у Computer Science школы обычно какая-нибудь тема далёкая от меня. Типа криптографии или там какой-нибудь супербезопасности. А тут хоп, и они одна за одной пошли там по теории графов, там по теории графов. Ну, я стал ездить. Вообще, конечно, мысль была такая, когда я всё это увидел. Самый простой способ побывать вообще в МГУ, когда... Мой год поступлением было очень сложно поступить. Я тогда даже не мечтал об этом. Вот. Я такой, хоп, подаёшь заявку на такую школу, выигрываешь. Там нужно было выиграть небольшой конкурс. Я не знаю, какой-то точно по-русски. Циркуем в Италии. Ну, вот эти вот, короче, резюме только научное. В которых ты описываешь свои научные труды, их пишешь на английском. Вот. Отправляешь, они там как-то оцениваются. Ну, вот. Я выиграл этот конкурс, и мне дали место для проживания в общаге. Остальные должны были жить в городе Москве. Вот. Ну, собственно, полный профит от этого. То есть, мало того, что я побывал в такой школе на территории МГУ, я ещё и пожил неделю жизнью летнего студента МГУ. Три месяца я ждал подтверждений. Вот на Google.io, день, когда мы только заселились там в гостиницу, мне ночью где-то пришло письмо. Я очень радовался. Сильнее даже тому, что я попал на Google.io, наверное. Зачем ездить в Computer Science школы? Ну, то есть, я всё время что-то про них рассказываю. Вот. Первая категория людей. Вы закончили в матфак, и у вас до сих пор что-то там бурлит такое. Эй, зачем это всё было? Вот. Потом, если вам по какой-то причине нужен для ваших работ образование связи с какими-то учёными практиками. Не просто с теоретиками, которые ездят на другие математические школы. Вам нужно каким-то образом в вашей работе, даже обычной, привлечь какого-то учёного, который пройдёт хорошую экспертизу. Будь это статистика, или те же самые веб-графы, или ещё что-нибудь. Или, на самом деле, есть учёные, которые занимаются реакционными моделями. Они тоже могут что-то хорошее обосновать. Инглиш отлично прокачивается, потому что рабочий язык всех этих школ это английский. Лекторы все обычно говорят с тобой только на английском, даже если они из Молдавии. Они всё равно будут с тобой говорить на английском. И самое главное, можно увидеть, как там были выходные посередине школы, нам всем задают огромную домашку, на доказательства, часть на проганье, и все, дружная такая общага, ну или где-то там люди в городе сидят, сидят, решают домашние задания. Не скажу, что я слишком уж активно в этом поучаствовал, но... Это было. Типичные участники, буквально пару слов. Всё-таки надо сказать, что две трети участников это были студенты МГУ старших курсов, магистранты и аспиранты. То есть, в целом, они выглядели примерно так, и основная часть разговоров с ними... Ну, это нужно знать. На компьютерской школах всё-таки такие ядрёные головастики находятся, и у них сразу ты должен встроиться в какую-то ранговую систему. Их не интересует, сколько ты классных проектов закрыл, сколько там денег на этом завалил. Их интересует, на втором курсе что ты сдавал, помотанул, и было ли у тебя там в курсе, вот такая вот теоремость не была, фу, у вас плохая программа была, и вы ни о чём. Ну, примерно так. Одним из самых главных вопросов школа проходила в начале августа, там, вся эта история со Сноуденом и так далее, был вопрос на первых занятиях, давайте попробуем оценить, а если бы АНБ действительно собирала все эти данные, могла бы она их обрабатывать? Школа посвящена большим данным, почему бы нет? И прав ли вообще Сноуден, что такую бучу больно? Ну, все собравшиеся отчётливо понимали следующий факт, что вот эта вся школа обигдата, вся эта наука обигдата, она в чём-то напоминает сродние ситуации с учёными ядерными физиками или вообще атомчиками в конце тридцатых, в конце тридцатых всё-таки годов, когда, о, мы уже знаем, что там что-то есть такое, и сразу все работы засекретились резко по ядерной физике, и все начали что-то тихонько колбасить, при этом делать что-то, ну, не очень хорошее и опасное. Но делать-то надо, потому что другие тоже сделают. Очень такая странная ситуация, дьявольская ромка. И главный, наверное, мотив в каждом докладе, каждого докладчика был просто такой поклон человеку, без которого больших данных бы, собственно, не было, и никакой бы ни науки, ни алгоритмов, ничего бы не происходило. Только человек с его огромной страстью генирует всякую фигню, которую надо анализировать, он, собственно, и может поставлять нам эти задачи. Он ещё и в пространстве перемещается, и там, и здесь, и здесь. Да, вот. Но на самом деле бигдаты, конечно, не только сейчас появились, они довольно большие исторические корни имеют. Например, первые большие бигдаты, это вычисления, например, товарища Кеплера, у которого были огромные астромические таблицы по наблюдению за движениями планет, там такие талмуды, которые до сих пор интересно пообсчитывать, поискать ошибку. Вот. Это данные многолетних наблюдений за погодой. В Европе точно 150 лет уже наблюдают за погодой. Российские метеостанции не меньше 100 лет наблюдают. То есть корпуса данных, как минимум температур, накопились большие. Там есть много всяких интересных вопросов, которые уже висят такие забитые в Википедии. Средняя температура в Питере в январе. Так интересно сравнить число солнечных дней с Омска и так далее. Данные торговых операций. Еврейские банкиры уже очень давно, немецкие банкиры чуть позже и голландские, они ведут данные о торговых операциях по всему миру в огромных таких грузбухах. Они тоже были. И по ним, например, сейчас решаются следующие задачи. Оценить уровень инфляции в 15 веке. Условно говоря, даже это можно, потому что есть данные о стоимости тех или иных вещей на протяжении сотен лет. Понятно, что относительные стоимости менялись, но что-то можно посчитать. И морские маршруты. Неожиданная интересная задача. Например, действительно ли британская империя возила основную часть перца из Индии? Например, такой какой-нибудь вопрос. То есть, такой исторический миф, но, оказывается, неправда навозилась с другого места. Достаточно было визуально обработать данные торговых маршрутов, которые были также записаны в книжках и в статьях соответствующих. Веб-граф. Это современный поставщик больших данных. Самая большая модель графа с миллионами, сотнями же миллионов вершин. Наверное, уже под миллиард приближается. Это граф почтовых сообщений, который неожиданно даже больше, но ведет себя немножко по-другому. Я послал письмо тому товарищу в этом месяце, и у нас образовался такой линк на некоторое время. Данные большого андроидного коллайдера. Это сейчас самый огромный поставщик больших данных. Это астрономия, это внезапно генетический код. Например, чистят за щекой щеточкой и отправляют. Можно заметить, что никогда в исследованиях не участвует очень много людей. Первая причина дорого каждого обследования. Вторая причина – данных с тысячи человек слишком много, чтобы что-то хорошее не считать. Играф друзей на Facebook, например. Это самый большой граф друзей пока что. Затрагивались на конференции этические вопросы. Этические вопросы следующие были. С одной стороны, все здорово. У разумного правительства есть следующие выгоды от всего этого. Это можно осуществить прямую демократию. Уже всем можно ее осуществить и делать вид, что нам нужны партии. Это принимать оптимальные решения. Это снижать преступные следствия и тотальное наблюдение за всеми. Начиная как на дорогах. Мы уже можем следить очень сильно за преступлениями с машинами. Делать это как-то автоматически. Штрафы выписывать. И конечно же снижение экономических издержек. В свое время была версия о том, что советский следствий срухнул, потому что на EVM не смогли просчитать все переменные для оптимального планирования. Выслышал я и такую версию. Сейчас спокойно можно учесть все переменные, ввести все данные. И возможно решить какую-нибудь задачу оптимального планирования. Этические вопросы. Выгодаете бизнеса неоспоримы. Во-первых, все ваши бывшие продукты, которые нужны были какому-то узкому кругу, их теперь можно все продавать как сервисы. Которые будут доступны любому человеку в любой точке земного шара. Достаточно владеть таком технологии. Создание новых рынков. Это работа с такой информацией, с которой раньше не работали. Например, наши собачки встают в 4 утра. Кому это нужно было? Нет, можно запускать торговые сервисы для собачек с учетом этих данных. Возможность изменить мир. Это на самом деле новый патетический лозунг для IT, который можно поднять на щит и вовлекать новых подаванов во все это. Интернет по всему миру. Это идет рука об руку с созданием новых рынков. Ну и доступ к госресурсам, конечно же. То есть раньше IT не так сильно мог решать все уже государственные задачи. Теперь, наверное, может решать все. Ну и соответственно открывает доступ к хорошим госресурсам. Негативные этические стороны. Это возможность автоматического правосудия. Я помню судью Дреда. Вот как там это все было. Это полная оголенная публичность какая-то у нас. В то же время для IT снова такой нам выход. Давайте продавать защиту данных абсолютную как услугу. Люди за большие деньги смогут там стирать свои данные отовсюду. Это будет конечно же очень дорого, тяжело. Нужны договоренности с другими людьми. Ни один грех не будет забыт. Меня вот это больше всего расстраивает. Ну это же как-то неправильно. Наша человеческая память основана на другой модели. Человеческая так сказать memory model. На том, что все забывается. И исчезновение анонимности. И самая главная вещь. Я про нее никогда не думал до этой школы. Нам так очень просто объяснили на примере разных сервисов. Вообще вы не скачиваете никаких бесплатных программ. Нигде и никогда. Везде вы платите в той или иной степени своими персональными данными. Вот это, наверное, как самая главная вещь. Я сразу как-то стал осторожнее все скачивать в интернетах. Так или иначе, регистрируясь ли. Либо на самом деле и позволив затащить PowerBook вам в браузер. Или еще каким-то другим способом. Вы уже заплатили своими персональными данными. Они уж как-нибудь будут использованы. Себестоимость скачивания одной программы не так уж высока. Сколько ценны ваши персональные данные. Немножко о типах потоков Big Data. Они все вроде бы кажутся похожими. Но вот они смешаны следующим образом. Типичные формулировки. Upstream. Мы отсылаем свои геоданные куда-то. Например, мы зачекинились, послали свои данные. Downstream. В этот момент у нас тоже собираются данные. Какие мы фильмы посмотрели. Какую музыку мы скачали. Какие книжки на озоне мы заказали. Продукты социального взаимодействия. Это непонятно какой поток. Он так и был отдельно выделен. Это сообщения и лайки. У них нет какого-то серьезного направления. На самом деле, потоком или операцией является следующее. После того, как все эти потоки отработали. Происходит определенная консолидация. Потом агрегация. Например, по User ID. Вот она, персональная история каждого человека. А потом, внутри какого-то сервиса Big Data, очередного говорят. Да мы сейчас все дианонимизируем. Не переживайте. Только как проверить. И вообще, легально ли это все потом. Есть же, например, работы, которые позволяют из уже дианонимизированных, например, данных по чекинам собрать снова профили конкретных людей. Ну, с определенной достоверностью. Немножко о курсах, которые были. Здесь потом в презентации можно будет пройти по ссылкам на сайт школы. Четыре основных базовых курса на школе были представлены. В Big Data, безусловно, важны линейные алгоритмы, или алгоритмы, похожие на линейные, то есть с линейной сложностью. Ватологично уже никого не интересует. Поэтому был посвящен первый курс. Второй курс был посвящен эффективным алгоритмам над данными и структурам. То есть эффективным с точки зрения файловой системы, ну и вообще различного ввода вывода. Еще один был замечательный курс. Это чувак из Microsoft Research. Он касался их собственных майкрософтовских наработок по параллельным вычислениям. И вообще их аналоги степа в духе Hadoop, HDFS и т.д. О нем будет позже рассказывать. А также был просто больше всего понравившийся мне товарищ, это итальянец. У них там замечательная школа в Риме. Они рассказывают про алгоритмы на графах. И самые главные такие вещи, как влияние ошибок в памяти. Быстренько, кратенько. О первом курсе. Основная задача в составе первого курса была следующая. Есть очень популярная задача. Найти ближайшего соседа. В каком-то смысле. На самом деле расстояние может быть любым. То есть это, например, два близких генотипа. Или самый ближайший магазин. Или похожая на вашу, наслушаю вами музыку. Другой список музыки. То есть рекомендация. И понятно, у этого всего есть сильное приложение. Здесь огромный корпус данных. Те нужно очень быстро и эффективно искать ближайший, похожий корпус данных к этому. Там есть очень много разных интересных приложений. Меня больше всего заинтересовало, например, вопросы динамического размещения рекламы в интернете. Тебе нужно прилагать очень похожую на то, чем человек пользуется рекламу. Вот. Эти вещи нужно как-то эффективно быстро считать, хранить и обрабатывать для кучи людей, которые пользуются твоей рекламной системой. Один из таких самых попсовых примеров – это работа с так называемой диаграммой Воронова. Даже в английском у нас звучит диаграмм Вороного. Вот. Почему-то именно в таком падеже. Идея следующая. Посмотрите случай 2D. Мы разбиваем всю нашу плоскость. У нас на ней какое-то множество точек в кем-то. Мы разбиваем всю плоскость на следующие вещи. У нас точки, лежащие вот внутри вот этой фигуры, они ближе к центру, чем к другому центру. Надо заметить, что там, где точки гуще, понятно, будет биение несколько более четким, там, где все похуже и так далее. Это позволяет нам вообще, вся основная идея в таких вещах – это введение каких-либо сеток. Диаграмма Воронова, как самый такой случай. Вот это случай 2D, там есть и отмерные случаи. В курсе очень много рассказывалось про есть сложность. А в то же время, мне что вся радость в таких школах, ребята в конце предоставляют фреймворк, который уже умеет с вашим корпусом данных делать это. Диаграмму Воронова в отмерном случае. И работает, опять же, довольно быстро. Ну, в данном случае на C++ был написан фреймворк, он есть в курсе. Немножко скажу про эффективность с точки зрения ввода-вывода алгоритма. Традиционный, значит, подход состоит в том, что у нас все данные, ну, вот, классно хранить их в оперативной памяти, когда там пришел пользователь, быстро оттуда отдавать. Кэш там будет лежать или что иное. Все время, я замечаю, люди, у которых большой опыт работы с большими данными, говорят, давайте вспомним, что у нас есть кэши L1, L2, L3, есть регистры на процессоре. Давайте все время это помнить, такие вещи. И запоминайте, чем дальше от CPU, тем все медленнее работает. И не очень эффективно гонять нам. Ой, у нас там сейчас на диске есть одно число, можно я его сейчас быстро доведу до процессора, потом, соответственно, в обратную сторону прогоню, сложу и так далее. Вот это плохой метод. Вот в данных работах показывалось, как правильно бить на небольшие блоки, опять же предлагался хороший фреймворк. Вы даете ему свою стандартную программу, свои перемены, там, array-листы, условно говоря, на Java. Обвертываете в объекты этого фреймворка, и они дальше уже начинают не с точки зрения, там, и операционная система начинает уже сильно об этом заботиться. Вот, ну, опять же, напоминаю, это не для Java, это для C++. Плюс вот все эти вещи, все плюс какие-то другие структуры. Но, тем не менее, вы обертываете в эти соответствующие объекты, и они уже начинают следить за тем, куда они будут перемещаться, какими порциями вы можете регулировать размер порций. И что меня, опять же, радует? Абсолютно везде теоретически доказано, какой эффективный размер порции для вашего размера данных. То есть, смотрим, какого размера у вас кэш, какого размера у вас ваш массив, как его нужно отправлять. Очень хорошо с точки зрения. Один блок еще лекций был посвящен следующему. Вот смотрим сейчас на картинку. Нам на картинке нужно найти в каком-то смысле какую-то важную точку. Не сказано, в каком смысле. Важную точку. Есть какие-нибудь варианты, где тут самая важная точка? Как минимум две. Как минимум две. Какие? Я могу пальцем протить. Там лучи и одни настоящие. Вот, да, отдельно стоящие почему-то важные. Еще какая? И пять лучей. Вот эта, в которой пять лучей. Шесть лучей. Да, у нее вообще много лучей. Ну да, например, маловероятно, что вот эта важная даже в любом смысле. Ну, только если человек там, не знаю, много украл, а то у этих всех людей. Действительно, оказывается, достаточно посмотреть на структуру графа, ничего еще, даже не везя никакого особого критерия важности, испробовав какие-то важные вещи. Ну, обычные вещи. Так можно обнаружить. Ну, это был пример из лекции уже итальянца. Поэтому это так называемая знаменитая семья Медичи. Шесть связей, это шесть его жен. Вот, понятно, что если убрать того левого парня, который с вас даже не имел никакого отношения, некто Пуччи, ничего не изменится. Если бы мы убили Медичи, то вся итальянская система развалилась в середине 12 века. Да, он управлял Медичи. А, вот он, я следил за ним. На самом деле, следующая крупная проблема называется нода centrality problem. То есть нужно в каком-то смысле искать множество центральных точек. Что это за точки? Их влияние больше, чем влияние остальных. Удаление этих вершин влияет на надежность всей системы. Это могут быть мобильные вышки, которые нужно удалить, чтобы вся связь резко лукнула. Это могут быть мосты в нашем городе, или улица Жукова, перекрыв которую мы начнем плохо ездить, ну и прочие вещи. Основные приложения этих вещей, поиск вот этих вот важных точек. В биоинформатике это безумно важно, то есть у нас огромный генотип, и нам нужно находить те гены, которые действительно оказывают влияние на какие-то признаки. Есть какой-нибудь корпус данных, мы наблюдаем за какими-то внешними, рецессивными, доминатными признаками, и нам нужно понять, вот этот ген, когда мы его поменяли, на что он повлиял здесь, он действительно был так важен. Пошли ли такие волнообразные изменения, например, во внешности? Это социальные связи, то есть, например, у правительства стоит задача блокировки ключевых фигур, для того, чтобы определенным образом там социальная сеть какой-либо партии развалилась. Ну, дорожная сеть, я уже сказал, и топология интернета, это просто прекрасно. Дос-атаку нужно делать максимально корректно в этой ситуации. Есть, хочется рассказать еще о таком известном эксперименте, все его, наверное, знают как самые близкие товарищи, это была гифка, поэтому я расскажу, что тут будет. Был следующий эксперимент. Сидели товарищи в одном штате, где-то там, очень далеко, и решили посылать, по-моему, в Бостон письма. И условие было такое, ты посылай письма, но потом рассылай только своим друзьям, они сами дойдут до Бостона. Ну, в то время, в 60-е, вот эта почтовая сеть дала нам среднее число пересылок, где-то около 8 или 7. В этом эксперимент Милгрэма закончился. Интересно вычислять такие вот минимальное количество, среднее количество, минимальное, максимальное количество рукопожатий для социальных сетей. Например, три таких известных графа, которые были приведены. Facebook, Twitter, MSN Messenger за один месяц. Числа 4,74. Среднее число друзей от тебя до любого другого френда в Facebook и в Twitter и меньше. Вот есть вариант, почему меньше в Twitter? Связи слабее. Слабее связи? Слабее. Ну, в смысле, в Facebook ты, ну там, лично человека знаешь, у тебя меньше френдов. В Twitter у тебя френдов больше. Да, действительно, да, это все связано. В Facebook можно делать однонаправленные связи, как сейчас, например, в ВКонтакте. Ой, простите, в Twitter можно делать однонаправленные связи. Вот, поэтому, в принципе, граф может быть намного уже. То есть, мы спокойно можем сами зафрендить всех популярных личностей. А в Facebook нужно для этого подтверждение. В MSN Messenger за один месяц, ну, немножко побольше такое число. Обратите внимание на размеры графа. Это 712 миллионов вершин, 69 биллионов ребер. То есть, не гигабайт, почему-то используется сокращение. И вот, интересный момент. Чтобы эти вещи вычислять, классический алгоритм на графах, понятно, не подходит. С другой стороны, ответ со стопроцентной вероятностью, который давали классические алгоритмы, тоже не нужен. С другой стороны, с третьей еще стороны, даже если бы у нас был быстрый алгоритм, хранить 69 биллионов связей тоже как-то накладно. Особенно, если мы там, мы выберем какое-нибудь очень хорошее такое число, в каком-нибудь хорошем языке программируем. И вот эти товарищи уже издали и предлагают следующие вещи. Вот, запоминайте ключевые слова, гиперанф, ну и вообще разные модификации с названием анф, основанные на счетчиках гиперлок-лок, что означает о двукратном логарифмическом снижении сложности. Что это дает? Они сделали какой-то хитрый ход ушами. Они любую точку, любое ребро графа кодируют тремя, пятью битами, ну, в зависимости от размера графа. Делают какие-то классные смещения, выделяют какие-то небольшие счетчики. Суть в том, что для того, чтобы хранить 69 миллиардов, я уже это слово скажу, связей, они используют намного меньше пространства. Не 69 миллиардов ячеек, вот в чем дело. Они хранят намного меньше какие-то ключевые вещи и делают, ну, следят за их счетчиками, за их числом друзей. Вот, диаметр Фейсбука, к примеру, считался в этой ситуации, используемой этих вещей, реально за небольшое время, 10 часов с одним терабайтом оперативной памяти. Ну, я так понимаю, это не очень много для тех, как хочется посчитать. Вот, на прямом случае, если бы мы использовали классический алгоритм, нам бы не хватило бы и 100 терабайтов оперативной памяти, чтобы эти графы загружать и так далее. Как работать с такими данными? С графовыми? Вот хочется немножко сказать. А дуба MapReduce тут уже не помогает. То есть, это не просто какая-то агрегация классная, маппинг одних вершин на другие и так далее. У ГУЛА есть специальная система для этого, созданная в 2005 году, называется Preggie. Вот, у Яндекса есть похожее всего, все только для того, чтобы запускать модифицированный алгоритм Dexter. Только ни для чего больше. Например, чтобы считать маршруты на Яндекс-картах и Гугл-картах. У Яндекса я забыл название, ну, какое-то похожее. Вот, у них там небольшие отличия есть в алгоритме, которые им еще позволяют сэкономить память, потому что они позже вышли. Есть подозрение, вот все товарищи рассказывают, ну, итальянцы, которые работают тоже в УКЛе, что АНБ и программа Кейскор основаны на каких-то схожих вещах, на самом деле на вероятностных алгоритмах, а не на очень точных. Я об этом чуть позднее скажу. Идея в следующем. Идет какой-нибудь поток информации, например, в Германии эти 500 миллионов звонков в год. Идея в том, чтобы не сохранить все эти данные или еще что-то. Идея в том, чтобы в потоке информации очень быстро отфильтровывать некие доминаторные деревья, некие крепкие связи, некие важные вершины. И уже про них формировать персональное досье. А остальных можно в неком сыром виде, а других можно не сохранить. Только тогда АНБ может эффективно решать эту задачу, нежели сохраняя себе безызвестные бетабайты данных. И одновременно нужна линейность по времени и логарифмичность по памяти. Это означает, что можно следить за тем, сколько там с серверов Пентагона раз скачали презентации этих ученых, и понимать, сколько раз они это все используют. Немножко, буквально, пару слов про ошибки памяти. Больших данных. Я помню, к нам на первый субботник или на второй приезжал Юрий Дакимов из Яндекса и такой, там рассказал что-то про ошибки, которые на 10 тысячах серверах встречаются. Он такой, ааа, у нас этого никогда не будет. Google тоже проводил эксперимент. Взял не очень большое количество серверов, что-то порядка 100 или 200 может быть. И решил просто ради примера делать такие простые вещи. Класть в память число 1, возвращать из памяти число 1 просто много-много раз. Такая простейшая операция. Наши какие-нибудь счетчики в социальной сети или еще что-то. Какие основные ошибки, он думал, могут быть? Ну, конечно, космическое излучение повредило наши терабайтники, все сломалось. Ну, битый кусок винчестера мог к чему-нибудь привести. Мы будем заменять, у нас будут новые винчестеры, ничего этого не будет. И маловероятная, казалось бы, ошибка. Ошибка при передаче данных, например, из рам в кэш, или там из рама сохранения на диск или еще что-то. Проблема в чем? Этих ошибок было очень много. То есть их было прям неожиданно много. На каждой машине их было больше сотни в месяц. Просто ошибок в чтении числа, в чтении вот этой вот единички, просто в чтении из памяти. Вот. В чем проблема? Наши классические алгоритмы там, они не приспособлены к тому, что у нас на входе будут вообще какие-то ошибки. Ошибки не в том плане, о боже, мне пришло не число строка, а ошибки в том плане, что данные какие-то кривые, и они поменялись в ходе космического излучения. Выход есть. На самом деле из этого оказывается, я тоже внезапно для себя узнал, есть алгоритмы, которые уже 50 лет разрабатываются. Берешь там табличка, вот классический алгоритм, а вот его модификация, если у вас будет коллекция с ошибкой на любой стадии. Ну понятно, у него какие-то затраты на это есть, но вот они в презентациях, графы Memory Errors, они очень много-много раз рассказывают. И буквально, я сейчас очень быстро пролистаю слайды, ну как же без рекламы, я же ездил в школу в Майкрософт, должен тебе рассказать, как честный человек. Вот немножко о стеках больших вычислительных систем. Представим себе, что здесь, вот здесь есть огромный SQL, который все в себе выбирает. Например, там все продукты Oracle, они могут эту линейку закрыть. Там есть некие продукты, ориентированные на Java, BigTable, MapReduce, ну это гугловый, например, стек, и Java фреймворки. Есть похожие на SQL вещи, то есть у тебя снизу файловая система HDFS, сверху Hadoop что-то агрегирует, а потом у тебя есть сервер SQL-подобных запросов, сервис SQL-подобных запросов, пик или хай. А что предлагают майкрософтовцы, они говорят, что у нас есть тоже, собственно, свой сторож, у нас есть своя система агрегации, DRIAD, причем она, если не ошибаюсь, DRIAD лежит на GitHub, вот, майкрософт-ресер еще разработала, и у нас есть сервис запросов DRIAD-линк, вот, мы делали домашки на DRIAD-линке, и он мне очень понравился, немножко про него скажу. Вот, очень удобная вещь, то есть вся, везде идет работа с C-шарпными, там, Enumerable Collections, вот, у тебя на входе есть какая-то коллекция, этот линк позволяет делать тебе фильтры, какие-то маппинги, группировки, сортировки, и самое главное даже джойны, вот, ты просто в коде хоп берешь, делаешь джойны, без всяких напрягов, хотя у тебя там в массиве миллиард элементов, вот, может быть, примерно следующим образом, вот такой вот функциональный немножко способ обращения, была у тебя какая-то коллекция, ты к ней все применил сдвиг на единичку, показал коллекцию, можно огромные цепочки делать таких вычислений, вот, например, группай, каким-то образом, то есть мы, вот видно, да, была какая-то коллекция, мы ее хоп-хоп-хоп сгруппировали, по определенному правилу, вот, правило, там, ключевая функция указана сверху, можно делать джойны, но у них вообще веселый синтексис, буквы R и L как бы говорят нам, кто справа, кто слева, за этим нужно следить, но довольно быстро синтексик, к нему тоже привыкаешь, внезапные итоги, вот, я сейчас тогда обратно пересну, чтобы про это сказать пару слов, действительно, было очень просто, когда мы делали домашку, у нас там была довольно большая коллекция, реально не замечаешь, когда ты вот пишешь вот такие вот простые запросы, я не помню, можно ли, там, условно говоря, на Java, в следующих фрейморках, так быстро делать, все равно ты там, во всех этих хайвах и так далее, все эти результаты куда-то выкидываешь, а тут в коде, как будто ты завел маленький массив, ты просто с этим работаешь и не думаешь, возможно, это хорошо, я не могу точно ответить по поводу бесплатности всего этого стека, наверное, Visual Studio как минимум не бесплатная, чтобы на всем этом писать, но у нас были какие-то клиенты для этого, и по итогам, пробыл неделю студентом МГУ, про это у меня уже нет времени рассказать, ну, познакомился, есть 5 минут, тогда отдельно потом расскажу, познакомился с реально крупными товарищами и заметил наблюдением, вот если вам нужно что-то, про вычисление кратчайших маршрутов, самые лучшие работы, все ссылаются на работы Андрея Голдберга из Microsoft Research, не знаю, глава Microsoft Research или просто важное лицо, я заметил просто, ну вот, он был организатором школы, все вот эти вот алгоритмы, очень быстрого вычисления маршрутов, Яндекс, Гугл, Яху, Мейл, все, что они на картах показывают, они используют его работы, если нужно что-то по хранению графов, ошибкам в памяти, все время, именно по компактному хранению ваших социальных сетей, это все время попадаешь в итальянцев уже, которые сидят в Риме, это Пауло Болди и, собственно, вот этот вот товарищ Джузеппе Итальяно, у них там самая мощная школа, они делают классные конференции, вот, и все на них тоже ссылаются, то есть, внезапно оказалось, что мир очень конечен, на этой школе привезли, реально, вот последних игроков, да, и появилось, наверное, большое ощущение, значимости, то, что мы там делаем проекты на работе, какие-то бигдаты, все время есть ощущение, что мы астрологией занимаемся какой-то, школа мне, наверное, подарила ощущение, что то, чем я занимаюсь, это не прогноз погоды, не астрология, ну, заряд позитива, надеюсь, всем передаю, сейчас немножко вернусь на самую первую стадию, фоточку-то на фоне МГУ, надо что-то сказать пару слов, было очень здорово, то есть, для тех десятих человек, которых поселили, вот это все МГУ, вот это здание, которое классное, со шпилем, оно внезапно оказалось общагой, которая есть на всех фотографиях, и магнитиках, и нас поселили, собственно, в него, в гостевое крыло, нам выдавали талон на питание, мы дружными рядами ходили в столовую МГУ, где там, блин, даже разносчик почты, был каким-то бывшим профессором, если я смотрю, там почта России, вот этот последний момент, когда она доставляет ее, эту почту студентам МГУ, вот, такой несет, товарищ, я такой говорю, ну, типа, сейчас быстро доставите, он что-то разговорился, но оказалось, что он просто не хочет никуда уходить, ему тут очень хорошо, вот, и он согласился работать, вот, почти мейстером на последней стадии, вот, из каких-то интересных вещей, наверное, атмосфера была очень потрясающая, в том плане, очень много иностранных студентов, что это дает, я видел, мало того, что много смешанных пар, мальчик, девочка, иностранец, русский, наоборот, вот, очень много коллективов, да, которые летом отдыхают, к минимуму, среди них один англоговорящий, в связи с этим, все остальные студенты, очень легко по-английски говорят, в силу бытовой необходимости просто, это какая-то хорошая вещь, потом, атмосфера, в принципе, в МГУ, как-то там визуально отгородили, очень сильно, вроде бы в центре города практически, но здесь стоят указатели, там, медленная скорость, там, видеорегистраторы, которые не позволяют гонять, вообще все стараются объезжать, это делают, вот, очень хорошая атмосфера, можно в центре города, на самом деле, если захотеть, спокойно делать вот это вот, подарить университету атмосферу, стадионах рядом с МГУ, там, закрытые этажи, на которые нельзя подняться, то есть, дело не в количестве даже финансирования, я к тому, что, вот это вот компактное ядро, оно очень хорошо выглядит, ну, и последний момент, который, наверное, меня очень порадовал, это потом профессора, которые так везде ходили, ну, они сравнивали, наверное, МГУ, со своими университетами, мы спрашивали, там, лучше или хуже, или как, вот, что-то сказал, итальянский профессор говорит, я не могу себе представить итальянских студентов, которые бы хотели учиться летом чему-нибудь, они, говорят, занимаются совершенно другим, вот, они вещами, играют в футбол, там, уезжают в другие страны путешествовать, говорят, а вот, у меня летом, мне нечего делать, я приехал к вам, буду вас учить, вот, наверное, на этом я закончу, у меня уже мало времени, спасибо, вопрос, у вас, спасибо. Спасибо. Ну, давайте, все-таки, может быть, парочку вопросов, буквально там, есть? Алексеев, давай. Причем мама? О, вот, классный вопрос, это же я. Я его не удаляю, в самой первой презентации, с этих субботников, вот он у меня здесь, ну, считай, что мой фирменный знак, который я кого-то скопировал. Маленькая традиция, Белеславная. Его можно показывать в другом городе, показывать все-таки умные. Такие умские мало тут. Да, 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 вот, ну, так на работу. Кримечество? Есть вдруг еще вопросы по теме? Ну, только кримечество, по теме, видимо, народ ошарашен. Ну, ладно, давай. Можно сказать, какой-нибудь вопрос, Сергей, Омска, я хотел узнать про практическое применение с аспектом госуслуг. Насколько это реально вообще? То есть, понимаешь, там, какая-то анализ, статистика, государство, а вот меня, кажется, задело оптимую демократию. А, сделал, ну, ну, собственно, были уже попытки выкатиться в некие сервисы облачные, демократии, и, 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 речь о чем? Там, на протяжении двух тысяч или трех тысяч лет все отмазывались тем, что мы не можем собрать на площади больше, чем три тысячи человек, давайте делегировать все через представителей. Ну, это основной аргумент был, ключевой такой, представители, почему мы не можем прямую демократию использовать в целом государстве. Сейчас, ну, в той же Эстонии, не по ключевым вопросам, я просто помню, ну, пускай страна маленькая, спокойно можно обрабатывать миллион мнений или на тех же госуслугах, ничто не мешает нам проходить, принимать решения по ключевым вопросам, которых могло бы быть больше, намного на референдумах. Технических проблем, в принципе, уже нет. Как бы, вопросы цивилизационные, на самом деле, здесь стоят. Отмазки уже нет, техническая возможность уже есть, но кому бы оно было надо? Ну, то есть, с государственной стороны нету вопросов на такие... Нет, ни разу. На таком даже не говорю, даже в Италии. Нет, ну, на самом деле, во-первых, была, это же, господи, инициатива Путина, на которой сто тысяч голосов надо набрать, как бы, она есть, вопрос в том, что даже Навальный эти сто тысяч собирал как-то четыре месяца. Это первый раз, второй раз уже собрали как-то быстрее. Ну, в любом случае, то есть, сто тысяч это меньше, это одна десятая процента. Ну, я согласен, я говорю, я не говорю там о желании, я говорю только о том, что технически это уже возможно, это признают все и товарищи ученые, то есть, они затрагивают этические вопросы. Но что будет, если это, не дай бог, случится? Нет, тут, Саша, разница в том, что вот сейчас эти сто тысяч собирают, это просто пользователи интернета, а в Эстонии у каждого есть электронный чип того или что-то, в почте, в котором... Электронный карточек? Да. Не нужно иметь обменение. Даже бабушка, не только активный блогер. На почте блогер. Нет, ну, как же Снилшка, у каждого есть, потом получилось. Ну, вот у нас пока еще нельзя подойти со Снилсом к какой-то штуке, например, на почке, приложить его и выразить свое мнение. Повыть не пенсию, давай. Да. То есть, нужно что-то, а у них там просто это сделано. ну, даже вот иностранные коллеги посетовали, что у них, они выходят с такими проектами, там, давайте самоуправление в Риме сделаем, как бы, ну, им говорят, где еще, да, где еще, давайте, спокойно можем сделать, нет, ну, то есть, им дают этот поворот, их мурыжат всяким, хотя формально нет даже аргументов против. Ну, это такой момент. Есть еще вопросы? Нет? Нет?